Подводим итоги матча Бродвей-Ветеранов. Победа красных со счетом 5-3 в нашей послематчевой студии Михаил Кольчик и Максим Суслов. Михаил, ну поздравляю с дебютом в Суперлиге. Получился он удачным. Начали... Да, конечно же, в Премьер-лиге. Начался он удачным. Ну, это оговорка по Фрейду. Сегодня показали достаточно качественный футбол. И я не удивлюсь, если в конце сезона вы окажетесь в числе претендентов на повышение в классе. Делись впечатлением по игре. Ну, игра на самом деле такая, обоюдоострая. Началась немножко с... Скажем так, сразу бойцовские качества показали и мы, и соперник. Да, там удаление произошло. Ну, мне кажется, по делу все равно. Да, там эмоции немножко зашкалили, говорю. И вот, ну, Игнат там не справился у нас с эмоциями. Въехал. Поэтому по удалению вопросов вообще нет. Были мелкие там эпизоды, по которым есть, конечно, вопросы. Ну, это... У нас не без греха все, поэтому все нормально. По игре, ну, на самом деле, контролировали полностью. Были какие-то... Во второй, наверное, части, вот, второго тайма несколько там пропустили два гола. Чуть-чуть подсели. Но ротация, на самом деле, дал всем поиграть сегодня. Поэтому есть какие-то уже наметки на то, что кто готов, кто еще надо подтягивать. Поэтому, в принципе, игрой доволен. Все нормально. Три очка, как говорится, не пахнут. Ну, как-то разбирали этого соперника? Что-то определенное готовили под него или от себя плясали? Да нет, от себя плясали, потому что первая игра все-таки. Ну, соперник в прошлом году показал себя достойно. Так, по нескольким играм смотрел их, да, там, со всей верхушкой сыграли хорошо. Некоторых даже обыграли, там, в том числе и Жору, и с Италией все нормальные игры были. Поэтому, ну, готовили, чтобы будет серьезная битва. А в межсезонье, ну, на самом деле, тяжело понять. Да, все с листа, первая игра, поэтому нормально. Чего ожидали, то, в принципе, и получили. Максим, мне удалось начать новый сезон Премьер-лиги с победой. Уступили 3-5. Как ты считаешь, чего сегодня не хватило? Я тебе не могу ответить на этот вопрос. Это очень тяжело. Немножко, наверное, сыгранности. Все-таки отдыхали. Вот первая игра после перерыва тяжело дается. Плюс погода. Много факторов можно называть. Не хочу просто отмазываться. Проиграли по делу. Вот. В целом, не знаю. Ну, соперник смотрелся гораздо интереснее, чем мы. Забитые нами в концовке голы, это, конечно, вследствие того, что соперник расслабился после пяти забитых мячей, да? Вот. В целом, наверное, 80% игры соперник владел преимуществом. Вот. И даже с ними тяжело было играть, когда они были в меньшинстве. Что касается красной карточки, соглашусь вот с моим визави, да, насчет того, что эмоции зашкаливали. Но они зашкаливали не в тот момент, когда он фалил, а после уже, когда он на судью кричал. Вот. Но в целом, как бы, такая достаточно боевая игра. Мне все понравилось в нашем стиле. Очень приятно с такими соперниками играть, которые не боятся играть там, ну, можно так сказать, выразиться кость в кость. Это приятно. В межсезонье поменялось руководство команды и с чем это связано? Так получилось. Не буду выносить ссоры из избы. Да и ссоры как таковой-то, в принципе, не было. Просто Стас решил отдохнуть, видимо. Не знаю. Не хочу об этом говорить, честно. Мне неприятно на этом разговаривать. Ну, что-то вообще поменялось в организации команды? Слушай, ну, поживем-увидим, пока нельзя сказать, сколько месяц прошел. Пока точно ничего не могу сказать. Есть какие-то положительные моменты, есть какие-то отрицательные. Будем смотреть уже по ходу пьесы. Ты можешь меня после первого круга, в принципе, об этом спросить, я тебе скажу. Какие задачи у ветеранов с обновленным названием на текущий сезон? Да, как всегда, задача забраться максимально высоко. Хочется, конечно, первое место. Но вот уже по первой игре можно понять, что нам этого просто никто не даст сделать. Вот. И... Ну, посмотрим по ходу сезона. Опять же, я говорю, первая игра вообще сейчас пока сказать что-то проблематична очень. Михаил, какие задачи у Бродвея на Премьер-лигу? Ну, задача у Бродвея всегда одна. Это победа в каждой игре и в турнире, в котором участвуем. Поэтому, ну, будем стараться ее выполнять. А там как получится. Все-таки сезон длинный. Соответственно, ну, соперники все тоже готовы. Да, там надо то, чтобы призы занять или там первое место. Поэтому, ну, легко не будет никому. Ну, а мы тоже дадим бой всем. Ну, вам понадобится какое-то время на адаптацию после политеха? Там размер площадки немного побольше? Да нет, комфортнее, наверное, все-таки здесь. Вот по ходу сегодня даже заметили все, что, ну, нет вот каких-то разрывов, связанных там с политехом. Да, но мы и там играли, как бы и приноровились. И здесь, как бы, по большому счету адаптации, наверное, нет уже. Есть понимание, есть четкое и полянки, и всего остального. Кого выделишь сегодня из своих футболистов? Да, выделю команду, наверное, потому что все отнеслись нормально, сама отдача была хорошая. Ну, как-то называть фамилию отдельно не хотелось бы, потому что, ну, все молодцы, всем спасибо. Сегодня было круто. Спасибо. Удачи в дальнейшем.